Давление на корреспондента Первого канала Ивана Благова в Германии это травля и покушение на свободу слова. Об этом сегодня заявила официальная представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова реакция на решение прокуратуры Берлина начать предварительное разбирательство в отношении журналиста, который первым сообщил об исчезновении 13-летней русскоязычной девочки Лизы. Очень большую тревогу вызывает та информационная кампания, травля, которая разворачивается вокруг корреспондента Первого канала Ивана Благова. Сейчас уже все это переходит в какую-то такую плоскость даже правового давления, хотя информационное давление уже какое-то беспрецедентное. Ему вменяются или пытаются его обвинить в разжигании межнациональной розни. Это, конечно, прямое давление на средства массовой информации. И, безусловно, есть покушение на свободу слова и самовыражения. Вопрос-то в том, что мы видим на лицо уже не двойные стандарты, а просто неприкрытое лицемерие. Напомню, родственники Лизы заявили, что ребенка могли похитить и изнасиловать люди, похожие на мигрантов. Правоохранительные органы Германии не давали комментариев до тех пор, пока пресса не подняла шум, а на улицы германских городов не вышли сотни возмущенных демонстрантов. Расследование дела по факту исчезновения Лизы продолжается. Тем не менее, в Берлине сочли возможным начать проверку в отношении Ивана Благова. Позиция германской страны вызвала возмущение профессионального сообщества. Союз журналистов России выступил в поддержку нашего коллеги.